здравствуйте это канал максимадзе и сегодня у нас снова обзоры на старые мобильные телефоны и сегодня речь пойдет вот короче вот есть известная модель сименс c65 2004 года выпуска собственно говоря на по-моему 3 это телефон сименс которым я знаком еще с двухтысячных годов и сегодня речь пойдет вот вы видите две его модификации есть это от vodafone операторская версия vodafone они тоже как-нибудь расскажу но сегодня речь пойдет о модификации от т-мобайл сименс ct65 еще называется ct65 буква t означает как раз таки вот этот т-мобайл как вы видите у нее давайте эти отложим будет и будем сравнивать собственно с оригиналом будем сравнивать его как вы видите дизайн спереди изменился он стал вот таким вот менее прикольным на мой взгляд чем оригинал но тем не менее по сименс вполне идет на мой взгляд вот здесь вот откололась одна фигня поэтому я туда пластилин приклеил потому что иначе некрасиво тот же самый джойстик все те же самые кнопки по сути здесь динамик сзади тоже никаких изменений единственное на крышечке появилась такой зеркальце видимо для селфи сверху ну все остальное без изменений разве что изменился цвет корпуса спереди бордовенький такой цвет клавиши вот это вот все остальное серебристые есть еще кстати модель ct70 тоже от the mobile вот она ничем не отличается кроме того что у нее такой зеленовато болотный цвет есть либо синий у кнопок в остальном абсолютно идентичный аппарат значит ну по характеристикам все то же самое что у c65 то есть тоже 2004 год выпуска моноблок классический длина корпуса 105 миллиметров ширина 47 миллиметров толщина корпуса 18 миллиметров 86 грамм весит полностью сделан он из пластика есть цветной дисплей разрешением 130 на 130 пикселей 65 тысяч цветов отображает встроенной памяти 10 мегабайт 10 целых 32 сотых мегабайта ява конечно же для игр и приложений камера на 0 и 1 мегапиксель разрешением 352 на 288 и трехкратный цифровой зум gsm поддержка 900 1800 1900 есть интернет gprs вап очень очень слабенький и памяти тысячу контактов есть для коммуникационных возможностей их порт инфракрасный порт также возможность подключения к пк через вот этот разъем помимо гарнитуры он также служит и для зарядки 40-голосная полифония имеется ммс и многое другое давайте снимем заднюю крышку аккумулятор не родной конечно аккумулятор на 820 миллиампер то по умолчанию должен быть на 600 миллиампер так же как и в c65 давайте вставим в него сим-карту можно даже вот здесь вот увидеть где ct-65 made in germany на родине сименса то есть сделан был у вас при поддержке the mobile американская компания the mobile поскольку она американская телефон полностью на американской прошивки русского языка не имеет ну давайте в общем включим и посмотрим помимо внешности он также отличается и некоторыми вещами в прошивке собственно говоря мы сейчас на них посмотрим такая вот заставка что-то камера не очень нехорошо видит и the mobile of sky заставка вот такая вот так видите тут английский язык русского языка к сожалению нету но тем не менее русские буквы он видит то есть если вам придет сообщение на русском языке вы спокойно сможете его прочитать этот телефон у меня в прошлом году появился собственно говоря модель очень-очень редкая на ютубе только одно видео находился с ним то обзоры рингтонов на него поэтому даже не знаю сколько просмотров на нем наберется может много а может и наоборот но на мой взгляд аппарат очень интересный и когда я увидел его на авито правда продавался видел за ты за тысячу рублей продается ct65 я такой блин это же редкая модель надо брать ну и собственно говоря купил только один экземпляр был это вот этот больше на авито нету я если что если что не продаю я специально вам я обязательно все вам покажу здесь для ознакомления телефон уже впал заставку с часами фон бук я выбираю английский язык давайте смотрим вот обычный c65 с нерабочей сим-карты правда короче здесь в c65 вот левую и правую кнопку но есть рабочая левую тоже вот можно вот в данном случае не отвеченные вызовы стоят но это можно поменять а здесь здесь вот эти кнопки поменять нельзя здесь в любом случае либо инфобокс либо inbox входящие либо меню изменить это нельзя а нет вот эту вот эту можно изменить правую нельзя также джойстик середину это не меню эта камера камера такая же как я уже говорил 0 0 и 1 мегапиксель со снимать видео этот телефон вообще не умеет пишется заряд батарейки прием сигнала все на максимуме сейчас теле 2 оператор время даты клавиши нажимаются хорошо в принципе но вот это вот правда нажимается не всегда хорошо на любую кнал клавишу можно настроить любую опцию например на пятерку инфракрасный порт и к порты на сименсы были отличные сименсы даже игр передавать могли на четверку менеджер файлов на троечку игры собственно говоря с играми тоже отдельная история кстати эта кнопка вводит и нас в интернет блокируется вот так подсветку наверно сделаем поменьше а то что камера так хочется не видеть так можно отключать звук сигналы вверху у нас мои файлы почему-то хотя в оригинале вверх это профили вправо это входящие здесь вправо это вызовы влево здесь сообщение здесь влево эта камера ну и вниз контакты все-таки все по стандарту ладно давайте пройдемся уже по меню менюшка здесь другая а нас выглядит так вот так вот она такая тема байловская своя и расположение и пунктов здесь различается то есть здесь вот мои файлы находится здесь здесь мои файлы внизу вот тут выход в интернет здесь находится папка extras здесь вызовы здесь то есть пропущенные принятые набранные можно удалить списке время и стоимость всякое тут еще есть это с этого интернет мы туда не пойдем сообщение создать как поддерживается здесь поддержите смс ммс тоже все это можно выбрать я попользовался кстати этим телефоном когда купил его вполне вполне звонит с любых сим-карт можно пользоваться вполне контакты здесь здесь можно выбрать найти ну правда здесь пусто ничего нету есть группы по группам можно разложить нельзя к сожалению поставить одну мелодию свою мелодию на любой контакт но можно поставить любую группу здесь мы выбираем кант просмотр просмотр контакт sim-карты либо просмотр контактов с памяти телефона бизнес-карт какая-то визитная карточка называемая экстрас это у нас меню sim-карты видите даже он русские буквы он прочитал будильник будильник только один можно поставить и он работает даже срабатывает когда телефон выключен запись звука диктофон раз два три 4 5 максима за сегодня проверяет диктофон на 70 ct-65 давайте проверим диктофон некачественный искажает голоса калькулятор есть плюс еще в калькуляторе можно вот такой вот extended режим включить и много функций собственно говоря нам становится доступна калькулятор довольно полезен есть еще конвертер величин очень тоже полезная прога величины можно всякие это у нас секундомер таймер это настройки синхронизации с пока камера внизу здесь у нас настроечки собственно говоря есть профили которые можно настраивать темы собственно говоря тема стандартная тема здесь вот такая вот тема байловская стандарт c65 в обычным стандартные это вот этот который сейчас стоит вот это голубенькая вот стандартный набор тем для c65 но аст остальные вот эти вот пять тем которые встраивались помимо стандартные они также есть и здесь но я вот эту стандартную из c65 оригинального сюда отдельно докачал она называется алда давайте ее активируем посмотрим она не встраивается это я отдельно докачал вот и мы видим ту ту самую тему стандартные давайте другие посмотрим еще я windows xp тему одну сюда закачал отдельно такая вот темка windows xp у каждой темы есть своя собственная заставка при включение выключение свой звук при включении выключение и это все можно тоже менять свои обои ну и так далее свои можно даже свою мелодию задать сити это первая из обычных тем для c65 давайте давайте все темы посмотрим вот это неплохая тема давайте посмотрим что еще имеется футбол это такая зелененькая темненькая темка вот все зелененьким таким вот стало как видите но зеленый цвет не сильно идет на мой взгляд сименс мобайл это просто белая темка белая темка обычная такая вот самая простая сиуэн это девчачья я бы сказал темка такая тоже стан тоже встроенная стандартные все темы кроме стандартный конечно удаляются можно закачивать много новых и конечно если память позволяет но мне кажется лучше всего к этому телефону к этому цвету подходит темка фон фэр давайте ее и выберем вот так вот видите шторы и бесит надеюсь на камере нормально все видно будет так дальше давайте что у нас еще по настройкам настройки дисплея есть язык английский немецкий магуар цестина словенция хорватский нидерландский польский сербский словенция еще одна словенция что ли но короче русского кс здесь к сожалению нету это полностью европейская американская прошивка это словарь т9 никогда ненавидел т9 у т9 очень много противников можно выбрать фон для рабочего стола логотип это вместо надписи теле 2 будет отображаться что заставку данный момент стоит заставка от темы выбранный предназначен для жизни написан можно так можно также выбрать просто экономии энергии можно аналоговые часы но лучше всего на мой взгляд дичтал клок цифровые часы они самые удобные выбрать анимацию включение выключение приветствия можно выбрать можно убрать есть еще такой вот режим нам и он не никогда не нравился давайте его выключим контраст а нет вот эта подсветка это контраст рингтоны настройки рингтонов статус выключить звуки выключителей на гудке вибрация вибрация работает но в этом телефоне она уже что-то подслабила какой-то слабоват короче что-то она громкость да кстати тема байловский рингтон тема байловский рингтон смс будильника здесь то же самое давайте послушаем как на оригинальном c60 какие на оригинальном c65 такие вот мелодия вызовов из контактов другие мелодии это то что сейчас стоит это то что мы будильнике настройки вызовов переадресации есть инкогнито режим много чего полезного так мастер памяти есть еще полезных кстати вещь даже скрытые файлы позволяет удалять и кстати он не поддерживает он не снимает видео и не поддерживает просмотры видео однако через эту фичу видео можно посмотреть если оно есть в файлах через вот этот memory assistant это возможность просто программа заблокированная видимо была но здесь ее забыли убрать потому что на таких телефонах как cx65 или вот м65 к примеру там видео они снимали возможности смотреть их соответственно была здесь возможность видимо как то программу заблокировали gprs инфокрасный порт здесь включается настройки пин коды всякие тут коды телефонов настройки сети ну и так далее давайте уже более интересно так органайзер еще есть есть календарь календарь довольно таки удобный встречи задания заметки часовые пояса вот это хорошая вещь можно разницу во времени с городами посмотреть лондон давайте уже в мои файлы посмотрим уже сидим 20 минут блин разглядываем стройки всякие так ну есть картинки и звуки игры и другое темы музыка ой какая музыка другое а мои файлы в оригинале выглядит так рисунки анимация звуки темы скины игры приложения разные здесь всего пять папок они папки анимации нету папки скины нету если хотите их посмотреть то можно только вот в этот вот через вот так вот card explorer зайти ну по картинкам у нас во первых во первых три ссылки на интернет в оригинале эти ссылки этих ссылок слава богу нет убрать к сожалению нельзя картинки ну из тем картинки картинки для им с управлять сообщение тоже из темы так рамки это для фоторедактора еще еще рамки есть встроенный фоторедактор в телефоне еще картинки из темы иконки тоже под редактор все логотипы это вот то что можно вместо оператора поставить ммске есть встроенные картинки тоже тоже много чем можно посмотреть для рабочего стола картинки тут правда не все некоторые пропали к сожалению видимо удалили есть также вот фотки которые я делал с этого телефона это с дачи это с боулинга ну камера конечно посредственные звуки опять же ссылки на интернет это звуки с тем полифонический рингтон стандартный собственно говоря полифонию послушаем рингтоны для эмс тоже из тем полифонические встроенные рингтоны они такие же как в оригинальном c65 ой громкий еще он полифонический рингтон и еще он полифонический рингтон и мп3 поддерживается еще мп3 собственно говоря как о каком мп3 может идти речь если тут памяти всего 10 мегабайт и карта памяти не поддерживается а а это из windows xp ну есть пищалки все-таки встроенный на и стрингтон который я заказал дискотека авария это лингтон который на будильник ставлю еще пищал queen звезды и войны мобайл эскеринтон это вав ну вав похрипывает конечно следующие игры и другое их посмотрим попозже темы мы уже посмотрели и здесь также можно выбирать также ссылки есть все при все ну стандартную может только настройках выбрать а тему aldo вот это стандартная я ее скрыл они отображаются здесь потом покажу как даты инфобокс это то что попадает сюда по их порту так давайте через файл туз смотрим анимации анимации с тем тоже заставка выключения включение эмэске тоже имеются кофе как фейсбол блин из футбол тоже темки на сайте за им дэймс модопо можно кстати накачать кучу тем для сименсов для sony ericsson там много чего я я накачивал тоже это из фунт фэйр для ммс есть анимации тоже но на дворе обе хэппи для заставки есть анимации вот это мне нравится очень мозаичка такая вот сименс мобайл твистер при нажатии на звездочку на полный экран делается это тоже из-за стандартных тем для рабочего стола ну и windows xp вот интернет вот эта папка пуста в ней ничего нету не закачивал через вот эту папку можно вот так вот заходить выбираем любое приложение вот игра например нажимаем send и и рда и так мы отправляем по и порту игру на семенсах которые поддерживают bluetooth можно и по bluetooth ну например с 65 или cx 75 м 75 скин и это просто выбрать задний фон но и типа из тем что есть смс-архив ну и все а теперь но теперь давайте посмотрим игры что тут у нас имеется по играм здесь не как в оригинальном c65 есть папки игры отдельно приложение отдельно здесь все сразу вместе ну во первых опять же традиционные три ссылки которые нафиг не нужны их убрать нельзя но что приложение все те же самые что и в оригинальном c65 из игры встроенных здесь бабл буст фото пэт стека тек адвансит и этот вапа джуниор все остальные игры это я закачивала сюда сам из приложений встроенных долл аут ассистент фото и гитар ну и все 7 cfm вот это наверное сама используемая программа это файловый такой менеджер в котором много очень много всяких возможностей как раз таки скрывать папки можно даже вот строй можно даже в конфиг телефона зайти посмотреть что там но там их не мог можно только читать удалять нельзя можно разве что копировать перемещать тоже нельзя анимации вот давайте даем зайдем вот голда вот видите она обозначена как скрытая можно свойства задавать кстати программа на русском языке как видите только чтение и хайдан то есть скрытая давайте через циферки просто зайдем сюда так подтормаживает еще 0 давайте дала от ассистент это загрузчик для контента сейчас я пользоваться им конечно не буду это все деньги снимает да это я как это пробовал на c65 оригинальном в интернет зайти ничего не смогло загрузиться вдобавок 10 рублей с меня списали вот чувак и стандартной темы нас встречает собственно говоря загрузки ну нам тут нет делать нечего давайте выйдем так вот выглядит дала от ассистент давайте вот и гитар это более интересной программы фотоэдитром я принципе не пользовался по моему этом телефоне нет но вот на оригинальном c65 вроде бы пользовался и сейчас даже найду из картинок вот усы очки себе блин наложил короче поприкаловаться можно было фотоэдитром вот он пожалуйста подождите часто мы видим эту надпись вот эти шарики кстати тоже можно поменять это в зави они в зависимости от темы тоже давай 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 быстрее уже загружайся сколько можно уже сименсы они конечно медленные все были производительность у них откровенно слабая но тем не менее функциональности очень очень много собственно говоря выбираем в папке любую картинку вот эту давайте что дисфоток возьмем программа на английском потому что она встроенная здесь можно зум задать добавить можно добавить рамку иконку текст любой но и много чего другое полезно довольно программка можно поприкаловаться в ней что у нас ну а теперь давайте по играм пройдемся бабл boost gravity the fight кстати очень популярная игра была те годы одна из чуть ли не самых популярных даже давай давай загружать быстрее загрузочка идет приходится ждать чего я делать конечно не люблю ну чё поделать все загрузилось нажимаем старт я эту игрушку никогда целиком не проходил ни разу не получалось тоже на английском все ну короче утенок луки и фантомы в его страну проникают друзей у него там забирают мы короче 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 это платформер такой красочный сложный собираем кристаллики находим ключ уровня довольно позалипать можно но у меня но она очень сложно мне не удавалось ни разу пройти квит выйдем следующая встроенная игрушка мы будем только встроенные смотреть миллионер кстати кто хочет стать миллионером в россии часто пользуются да и не только в россии это много много где была такая программа сейчас к сожалению в россии не транслируется потому что ну разорвала разорвала америка контракт с нашей страной американская же все таки программа фото пэт это тамагочи играешь жанр тамагочи кстати такая же иконка как у бабл буст потому что на заставке мы такого желтенка увидим вот собственно наш персонаж мы здесь выбираем чувством делать играть помыть отправить покормить давайте выберем игрушку здоровье какой слабенькая у него может покормить надо было давайте кормить мы должны сфоткать что-нибудь красные красные что у меня есть красный сим-карта вот на столе разве что есть кстати читая но она красный цвет так не распределит конечно яркости не хватает короче тут многие действия надо фоткать именно фото поэтому то чего и название стека так по очень популярная игра для телефонов симец однако здесь она трехмерная это эта версия не пользовалась большой популярностью однако я помню еще с далекого детства когда у меня вот c65 был один от дедушки от своего там была эта игра ну какого в оригинале собственно здесь же же самые игры как я уже сказал кстати главное главное этот рингтон из этой игры в файлах файлах музыки у нас был мы слушали его селик даги старт геем выбираем персонажа давайте легкий ну и в общем такой вот он трехмерный популярностью пользовался двухмерные больше когда у это что такое а это можно выбирать ракурс как ходить . а вот так господи тут еще в управлении разберись блин что-то ящики а вон а вон они падают ну короче не очень это прикольная игра блин блин один нафиг лучшая версия для старых сименсов двухмерных которые на монохромных часто сименсов выходила моего по джуниор последняя встроенная игра который я тоже чет не разобрался также сименс создатель что-то тут про детей короче я не в курсе что это если вы знаете пишите в комментах руки и блин какой роки нафиг к это головоломка что ли лечит что-то тут доход не инструкции показывать дайте мне уже сыграть так это мы двигаемся 5 дайте сыграть тыкайте мне инструкции в глаза блин в общем такая вот непонятная игрушка ну и целом такие вот три игрушки два встроенных приложений вроде бы мы посмотрели в этом телефоне все ну и напоследок скажу что давайте выключим напоследок скажу что у телефона 7 ct 65 было две версии есть версия вот которая у меня с тема байловской прошивкой суд вот здесь тема байловский значок на этой кнопке а есть еще другая версия у которой я здесь и значок вы на этой кнопке такой же как здесь вот этот и там оригинальная прошивка на мой взгляд интереснее конечно моя версия потому что ну то есть тут нет не просто дизайн еще и прошивка изменена это прикольно интересно в общем телефон сегодня у нас был редкий интересный как-нибудь также расскажу вам а водофоновской версии она тоже не менее интересна у нее тоже своя водофоновская прошивка кстати вы возможно помните что был обзор редкой версии что пришел телефон в таком корпусе да это он и есть только теперь в нем водофоновская прошивка там была оригинальная как она стала мне оригинальной расскажу как раз таки когда буду рассказывать о нем ну собственно говоря на этом закончим сладостный господи писоса с меня эпичный видос подписывайтесь на мой стриминский канал спалиру вконтакте до встречи до встречи в следующих обзорах ну и всем пока